Каждые полгода во внутренних войсках проходит квалификационное испытание на правоношение крапового берета, где лучшие из лучших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел демонстрируют свою силу духа и физическую подготовку, преодолевая сложнейшие испытания. Каждый год заявляется порядка 200 человек, что они выходят на сдачу, но мы допускаем только 100 человек. А еще с этой сотни проводится учебно-методический сбор на протяжении двух недель, где они бегают кроссы, где они, получается, стреляют, где они проводят спарринги, поединки. То есть все то же самое, что будет на сдаче. Главные герои нашего времени. Ими страна может гордиться. Мы все за них переживаем и мы всем будем помогать. Но о присутствии здесь братьев узбеков, российских коллег, российских братьев, героев России, которые нам передают боевой опыт, пусть увидят, что мы вместе, что мы не одни. И необходимо постоянно содержать в готовности, в первую очередь, и духовно, и, соответственно, физически, и психологически, люди должны быть готовы на защиту своего государства. Поэтому вот такие вот экзамены, как я уже сказал, экзамены мужика, он необходим, в первую очередь, для мужчин, потому что во все времена были такие посвящения, когда необходимо пройти, и после этого ты становишься воином настоящим. Испытания состоят из четырех этапов, разделены на два дня. В первый день на старт вышли 72 кандидата. Первый квалификационный этап – это проверка на общую физическую подготовку. Состоит из забега на три километра, челночного бега, самостраховки, подтягиваний и рукопашного боя. Данил, как вы вообще оцениваете свои шансы? Считаю, что у всех кандидатов шансы довольно-таки неплохие, так как все готовились. Были очень серьезные сборы у нас, подготовка, институтура все хорошие. Каждый мужчина, служащий в 32-14, вообще в принципе специальность, должен попробовать хотя бы раз оценивать свои возможности и попробовать дать на краповый билет. Если вдруг не получится вот завтра, что будете делать дальше? Будем готовиться к следующей задачи. Руки нельзя пускать. Кто пускает руки, тот слабак, тот нет у него цели жизни. Что вообще самое главное в вашей профессии, в вашей службе? Быть первым. Ничего не бояться. Защищать родных и близких. Спецназ это? Сила. Здесь чувствуется особый дух. Вот те традиции, которые были заложены российского и советского воинства, они в Белоруссии, я по-старому называю, да, они по-прежнему живут. Даже вот с того момента, как проходил воинский ритуал, как люди отвечали на приветствие, аж дух захватывает. Это вот как раз и говорит о том, что люди готовы к выполнению тех задач, которые ставит перед ними ваш верховный главнокомандующий. И мы еще ближе объединяемся. Мы одну методику делаем. Вот мы сейчас со всеми советовались, они нам подсказали, где что изменить, где что добавить, где что убавить. И это мы все в новшество вводим. Чем много берем у вас по тактике, в России берем тактику, именно их опыт. И именно обладатели Крапова билета показали себя самой лучшей стороны, самыми наиволе подготовленными и уверенными бойцами. Продолжится Краповый экзамен 11 апреля, где кандидатам предстоит преодолеть марш-бросок, выполнение огневой задачи и спарринга. Полина Макей, Тимур Батиров, агентство Ньюс Новости.